Всем привет! Это видео о том, как увеличить производительность компьютера и как правильно настроить Windows для того, чтобы она работала максимально быстро. Конечно же, если нужно выжать из машины максимум возможного, то лучший способ сделать это – заменить старую машину на самую быстродействующую модель. Но это и так понятно. В данном видео речь в том числе пойдет и о том, как оптимизировать и настроить операционную систему для получения максимально возможной отдачи от конкретного компьютера, ускорить обработку данных и загрузку операционной системы. Друзья, если вам нужно восстановить удаленные данные, воспользуйтесь программами компании Hetman Software. Перейдите на сайт по ссылке из описания, бесплатно скачайте и установите программу. Затем запустите анализ диска. После анализа утилита отобразит файлы, доступные для восстановления, и вы сможете их вернуть. В нашем блоге представлены краткие руководства по решению любых проблем, возникающих у пользователей Windows. На нашем канале и в блоге вы найдете решение любого вопроса. Начиная от установки системы и заканчивая удаленным администрированием и подключением мобильных устройств. Наши специалисты с радостью ответят на все ваши вопросы в комментариях к роликам или статьям. В видео условно разделено на две части. Это увеличение производительности ПК за счет оптимизации системы и увеличение производительности за счет апгрейда компьютера. Прежде чем приступить к оптимизации Windows, проверьте какая версия системы установлена на вашем ПК. Для этого кликните правой кнопкой мыши на меню Пуск и выберите Система, если у вас Windows 8 или 10. Или кликните правой кнопкой мыши на значке Мой компьютер в Windows 7 или более ранних версиях системы и выберите Свойства. Если у вас старый компьютер с невысокой производительностью, одноядерный процессор и менее 4 ГБ оперативной памяти, то для увеличения его производительности стоит начать с установки на него более ранней операционной системы. Например, Windows 7 вместо Windows 10. Она менее требовательна к мощности компьютера. О том как установить Windows смотрите в другом ролике нашего канала, ссылка в описании. Если на компьютере установлено более 4 ГБ оперативной памяти и более или менее производительный многоядерный процессор, то имеет смысл установить на такой ПК 64-разрядную операционную систему. 64-разрядная версия может иметь дело с физической памятью более 4 ГБ, 32-разрядная до 4 ГБ. А чем больше оперативной памяти доступна на ПК, тем больше его производительность. Обратите внимание, что в таком случае на компьютер будут устанавливаться 64-разрядные версии программ, которые тоже часто производительнее 32-разрядных версий. После того, как вы убедитесь, что установленная версия операционной системы соответствует вашему компьютеру, можно перейти к ее оптимизации. Проверьте, чтобы на системном диске было достаточно свободного места. Для нормальной работы операционной системы на диске C должно оставаться свободным не менее 10%. В идеале 20. Компьютер может тормозить из-за недостаточного свободного пространства на жестком диске. Освободите место на системном диске и очистите рабочий стол от лишних элементов. Очистите корзины. Детальное видео о том, как очистить системный диск компьютера или ноутбука смотрите у нас на канале. Ссылка в описании. Если вы не пользуетесь функцией восстановления системы, то ее можно отключить. Для этого перейдите в панель управления, восстановление, настройка восстановления системы. Видео о том, как открыть панель управления смотрите по ссылке в описании. В меню настройки отключаем защиту и удаляем существующие точки восстановления. Таким образом освободится место на диске и будет прекращен ненужный процесс. Детальное видео о том, как создать или удалить точку восстановления смотрите на нашем канале. Ссылка в описании. Отключите автоматическую установку обновлений Windows. Как отключить и удалить обновления Windows 10 смотрите в видео по ссылке в описании. Выставьте схему управления питанием на высокая производительность. А также отключите спящий режим и режим гибернации. Для этого перейдите в панель управления, электропитание. Выберите схему высокая производительность. Правильно настройте файл подкачки. Файл подкачки должен располагаться на самом быстром диске компьютера или в системном разделе. Также не рекомендуется оставлять размер файла на автоопределение системой или по выбору системой. В таком случае система выберет плавающее или динамическое значение, что само по себе уже замедлит ее работу. Лучше указать значение вручную. Причем максимальный и исходный размер лучше сделать одинаковым. И еще один совет. Чем больше размер встроенный в компьютер оперативной памяти, тем меньше размер файла подкачки нужно остановить. При установленной оперативной памяти 8 и более гигабайт, файл подкачки вообще можно удалить. О том как изменить размер или удалить файл подкачки уже описано в одном из наших видео. Ссылка в описании. Здесь же в меню «Параметры быстродействия» можно выбрать параметры оформления быстродействия Windows. Перейдите в закладку «Визуальные эффекты» и выберите пункт «Обеспечить наилучшее быстродействие». И система станет быстрее за счет минимализации визуальных эффектов. На вид конечно не очень, но данный способ будет скорее полезен для пользователей уж совсем слабых ПК. Пользователи часто забывают о важности и актуальности драйверов и кодеков. Продуктивная работа компьютера, системы, установленного оборудования и устройств зависит от актуальности программного обеспечения. На производительной системы могут влиять неактуальные драйвера сетевого адаптера, монитора, видеоадаптера и т.д. Чтобы обновить драйвер одного из устройств, перейдите в диспетчер устройств. Найдите нужное устройство и кликните на нем правой кнопкой мыши. Выберите «Обновить драйвер» Автоматический поиск обновленных драйверов Если Windows не удалось найти новый драйвер, то его можно найти и установить с официального сайта производителя устройства. В Windows 10, например, по умолчанию установлено автоматическое обновление драйверов системой. Но иногда бывает так, что автоматически установленные таким образом версии драйверов не всегда совместимы с вашим оборудованием и это само собой приводит к ошибкам либо нестабильной работе системы. В таком случае обновление их лучше производить вручную, а автоматическую установку отключить. О том, как сделать это, смотрите в отдельном ролике, ссылка на который будет в описании. При наличии на компьютере антивирусной программы не забывайте регулярно обновлять ее сигнатуры, а также контролировать отсутствие вирусов на компьютере, наличие которых значительно снижает производительность операционной системы. О том, как удалить любой тип вирусов, в том числе вымогателей, шифровальщиков и руткитов, а также рейтинги антивирусных программ, в том числе бесплатных, на нашем канале есть целая серия видео. Ссылки на них я оставлю в описании. Но антивирусная программа сама зачастую сильно влияет на производительность компьютера. Поэтому ее можно отключать на время выполнения каких-то ресурсоемких задач или удалить вообще, если вы не практикуете посещение непроверенных или подозрительных ресурсов в интернете, а также не используете ненадежные источники информации. Отдельная история с встроенным Windows 10 защитником Windows – Windows Defender. Это встроенное в систему приложение, которое активно, если на компьютере не установлено стороннего антивируса. Это также ресурсоемкое приложение, отключить которое не так просто. Ссылка на видео о том, как отключить, включить или удалить защитник Windows Defender в описании. Если все-таки отключать его не намерены, смотрите мое видео о том, как правильно настроить Windows Defender. Ссылка также в описании. Следующим этапом оптимизации работы операционной системы является отключение ненужных прожорливых задач и лишних фоновых процессов. Для начала необходимо убрать из автозагрузки лишние программы и приложения. Лучше в случае необходимости их запускать вручную. Это сильно влияет на скорость загрузки и работы в Windows. Для этого в Windows 8 или 10 перейдите в Диспетчер задач – Автозагрузка и отключите автозагрузку ненужных приложений. Кликните на каждом из них правой кнопкой мыши и выберите Отключить. В Windows 7 в Диспетчере задач нет закладки Автозагрузка. И чтобы очистить её, введите в окне поиска команду msconfig. Перейдите в меню Конфигурации системы – Автозагрузка и отключите автозагрузку, убрав галочку возле ненужных приложений. После этого в меню Конфигурации системы перейдите в вкладке Службы. Отметьте функцию Не отображать службы Microsoft. И отключите, убрав галочки Все ненужные, а это, как правило, 90%. После этого переходим на закладку Загрузка Дополнительные параметры. Отмечаем функцию Число процессоров. И выбираем их максимально доступное количество. Это влияет на скорость загрузки системы. На последнем этапе оптимизации обязательно следует очистить место на жёстком диске от мусора и почистить реестр Windows. Сделать это можно с помощью бесплатных программ CCleaner, Winderstat и Vizipix. Утилиты помогут исправить ошибки реестра, найти файлы, которые занимают больше всего места на диске, а также удалить дубликаты документов, изображений и других типов файлов. Обо всём этом подробно в другом ролике, ссылка, как всегда, в описании. В Windows 10, кроме прочих, предустановлены стандартные приложения, которые могут получать сведения, отправлять уведомления и обновляться, даже если вы их не используете. Чтобы запретить им работать в фоновом режиме, перейдите в «Параметры», «Конфиденциальность», «Фоновые приложения» и отключите их все или те, которые вам точно не нужны. Перейдите также в раздел «Радио» и отключите его. Опытные пользователи ПК знают о необходимости дефрагментации дисков в более старых версиях Windows. Это довольно ресурсоёмкий процесс, который в Windows 10 по умолчанию автоматизирован. Поэтому данную функцию лучше отключить и проводить оптимизацию дисков вручную по мере необходимости. О том, как включить, отключить или настроить оптимизацию дисков в Windows 10, вы можете посмотреть в нашем видео по ссылке в описании. Компьютер или ноутбук на Windows 10 может тормозить из-за загруженности жёсткого диска. Что связано с автоматически активированной функцией индексирования контента системой, кеширования свойств и результатов поиска для файлов, а также службой SuperFetch и PreFetch. О том, как отключить данные службы смотрите в видео по ссылке в описании. Не забывайте также, что производительность компьютера и системы также сильно зависит от состояния и производительности его отдельных комплектующих. Так, особенно в жаркое время года, следите за температурой работы процессора, жёсткого диска и материнской платы. Ссылка на видео о том, как это сделать, есть в описании. Установка операционной системы на SSD диск также значительно повышает скорость работы ПК. Видео о том, как установить на компьютер SSD диск и перевести его с HDD на SSD, в ближайшее время выйдет у нас на канале. Найдите и посмотрите. Также можно использовать более быстрые PCI SSD диски или даже RAID из SSD дисков. Кроме этого, Windows обладает функцией организации программного RAID, которая называется «Дисковое пространство». Видеоролик о данной функции Windows уже есть на нашем канале. Смотрите ссылку в описании. Использование современного 4-ядерного процессора и более на современном компьютере – это уже не роскошь, а необходимость. Современные процессоры поддерживают более быструю работу с памятью и видеокартой. Авторитетный рейтинг производительности процессоров смотрите по ссылке в описании. Использование от 8 ГБ оперативной памяти уже также диктуется требованием современного программного обеспечения, в особенности играми, а скорость работы памяти должна соответствовать максимально возможной для процессора. Поклонникам современных компьютерных игр не обойтись без производительной видеокарты. Ссылка на рейтинг производительности видеокарт в описании. О том, как собрать оптимальный компьютер с точки зрения цены и качества, мы планируем записать видео на нашем канале. Как и по какому принципу выбрать материнскую плату, процессор, видеокарту, рассмотрим вопросы совместимости и стоит ли переплачивать за последнее поколение устройств и т.д. Не пропустите. На этом всё. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем спасибо за просмотр. Удачи!